Ну что ж, друзья, добрый день. Добрый день. В эфире Финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и сегодня, что логично, наверное, в понедельник, первый день недели, давайте поговорим о том, что происходит на российском фондовом рынке, обсудим текущую ситуацию и будем давать прогнозы. Итак, представляю моих сегодняшних гостей. В студии «Сухого остатка» Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами инновационной компании «РМГ». Добрый день, Карен. День добрый. И в студии Богдан Зварич, независимый аналитик. Добрый день, Богдан. Добрый день, Олег. Телефон студии, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm, звоните, пишите. И начиная эфир, я по традиции 15.05 в Москве рисую картину маслом. Итак, что произошло к этому времени на финансовых рынках? Ну, прежде всего, что логично, наверное, было бы сделать акцент на пятничном закрытии Америки. И в очередной раз мы восхищаемся просто, восхищаемся американскими инвесторами. Новый исторический максимум по S&P 500, практически 1750 уже. Локальное сопротивление сделали в пятницу, ребята. Ну и, в принципе, Dow Jones вырос на 0,1%, NASDAQ больше, чем на процент. Ну, S&P, как я уже сказал, прибавил 0,5%. 1744 закрылся он в пятницу. Далее, понедельник, день тяжелый, но, тем не менее, тем не менее, Азия позитивно отторговалась. Nikkei прибавил процент, полтора процента Shanghai Composite. Европа мало-мало растет. Фуции прибавляет 0,2%. А индикаторы российского рынка снижаются, ну, корректируются, наверное, чтобы было не так больно. Да, РТС сейчас в моменте теряет 0,3%, 1511. Тем не менее, в пятницу, да, удалось ему закрепиться выше 1500. 1511 в моменте, еще раз повторю, и ММВБ тоже в минусе на 0,2%, 1529. Его текущая котировка рубль. Рубль чуть выше 31,80. Далее смотрим на сырье и на рынок Forex. Нефть Барки Брэнд практически без изменений, я устал даже уже это говорить. Вторую неделю Брэнд 109,5%. Лайтсвит, кстати, уколола ниже 100, 100 долларов 90, 19, простите, центов сейчас стоит бочка этой нефти. Золото 1315, удержалось выше 1300. И смотрим на Forex. Евро-доллар 1,3676, ну, практически в районе недавних хайов 1,37, как вы помните, было в пятницу практически уже показано. Так, набор голубых фишек сегодня в основном в минусе. Лучший рынок Аэрофлот 0,2%, Росгидро почти 2%, и Уралкалий растет на 2,5%. Остальные все в минусе, Газпром минус процент, Сбер минус на 10%, Северсталь обычный минус процент, минус процент АвтоВАЗ и МТС, да, 80% снижается. Ну что ж, вот такова картина масла. Ну, наверное, надо начать с того, что понедельник традиционно, да, день такой, как называют его, день технического анализа. Событий никаких ключевых не происходит, ну и, в принципе, первый день недели, это такая еще, да, непонятная история, что будет дальше. Насчет дальше, кстати, я хочу сразу, уважаемые слушатели, напомнить вам, что в связи с последними событиями в Штатах много ключевой статистики не выходило. Целые две недели, аж 16 дней. И вот на этой неделе так в разнобое уже начинают они эту статистику там подбрасывать. Кстати, ну и прежде всего завтра, да, в 16 лет будет статистика по рынку труда. Интересно она нам, нет, не знаю. Живем и видим. Ну что ж, давайте, давайте начнем. Карен, российский фондовый рынок, текущий ситуации, как ты оценишь эти текущие ситуации, что происходит на российском фондовом рынке? Расскажи, пожалуйста. Ну, в принципе, со времен прошлой передачи... Ну ты так заявил, что со времен прошлой передачи прошло 500 лет, по-моему, да? Нет, но на самом деле как раз мы говорили о том, что я ожидал роста. В принципе, я бы не стал сейчас говорить, что рост состоялся, потому что я вполне не исключаю, что до конца года мы увидим более высокие уровни. И, в принципе, в каком-то таком вот перспективе, скажем так, полгода я, наверное, больше позитивно смотрю на рынок. Другой вопрос, что, опять-таки, да, какие-то там коррекции, они просто необходимы, но здесь тоже действует фактор того, что не складывалась бы такая ситуация, когда люди будут, инвесторы будут пытаться запрыгивать в выходящий поезд. Вот, поэтому здесь вполне вероятность, что просто мы, скажем так, ниже цен не увидим в какой-то перспективе. И, естественно, те инвесторы, я думаю, это больше, наверное, западные, которые имеют какой-то кэш, который все-таки надо будет, придется проинвестировать в развивающиеся рынки и в Россию в целом. Придется заходить по текущим ценам, что, естественно, может вызвать еще какой-то дополнительный рост. Ну, а то, что им придется заходить в развивающиеся рынки и в российские, это для тебя сомнений не вызывает? Не вызывает, потому что, в принципе, скажем так, да, вот та динамика, которую показывают сейчас развитые рынки, она рано или поздно придет к тому, что все равно там как бы доходности сократятся. И придется все равно искать альтернативу. И эта альтернатива будет развивающейся рынке, и в России здесь выглядит, на мой взгляд, довольно неплохо. То есть, посмотрите, если там сравнить с динамикой рынка других стран, там, скажем так, мы, на мой взгляд, выглядим довольно неплохо. Лучше многих? Ну, я бы не стал говорить, что многих, но картина, по крайней мере, не такая, что есть сектора, которые сильно не ценны рынкам. Там, пусть там, и мы будем сетовать и на слабое корпоративное управление, там, и на много других, на много разных других, да, минусов. Но, тем не менее, все равно, скажем так, неадоционных компаний с меняемым менеджментом, с хорошими перспективами, они есть. Я понял, я понял. Ну, в деталях, да, мы эту ситуацию еще обсудим. Я имею в виду ситуацию, складывающуюся на российском фондовом рынке. В целом, мне интересно просто ваше мнение сейчас. Богдан. Ну, понятно, да, что ты любишь, прежде всего, смотреть глобально. Поэтому твой взгляд на российский и, наверное, в связи с этим и на все остальное. Ну, во-первых, хотел бы отметить один очень такой интересный факт. Российский рынок в течение предыдущей недели и перед этим динамику показал достаточно неплохой. А почему-то фонды, инвестирующие в Россию, показывают отток капитала. Это парадокс. Да, в пятницу мы получили очередные данные. На мой взгляд, не пойдут инвесторы крупные в Россию, особенно если они начнут выходить с западных рынков. Потому что если они начнут выходить с западных рынков, это приведет к достаточно серьезной коррекции. Это, скорее, мелкий спекулятивный капитал западный, который у нас присутствует. Некрупные, ненормальные, действительно долгосрочные инвесторы, которые рассчитывают на такой уверенный хороший рост. А мелкий спекулятивный капитал, мелкий по объему, я имею в виду. Он сейчас на вот этом росте, который мы наблюдаем, фактически к верхней границе коридора, в котором мы движемся уже два с половиной года. Это 1250-1550. Да, такой очень широкий коридор. Да, по МВБ. Который, в принципе, позволяет заработать и спекулянтам, и даже таким среднесрочным инвесторам, когда появляется тренд от нижней к верхней границе. Но сейчас они, как мы видим, они предпочитают выходить, и, несмотря, например, на рост американских рынков, мы даже до уровня 1550 пытаемся дотянуться, но не можем. А вот что касается глобального притока средств, на мой взгляд, поводов для этого нет. Риски сейчас все контролеруют очень жестко, и поэтому приходить на наш рынок, когда экономика практически не показывает роста, когда у нас есть действительно проблемы в корпоративном управлении, есть проблемы с государственным регулированием на определенных рынках. Это, конечно, я думаю, вряд ли привлечет иностранных инвесторов на российский рынок. Зато у нас Олимпиады. Олимпиады, Олимпиады. И на Олимпиады это уже фактически, я думаю, что все те, кто получит какие-то преференции от Олимпиады, они отыграли большую часть их. Уже получили. Да, еще по факту объявления фактически Олимпиады, там было понятно, кто куда и что получит. Я понял. Ладно, спасибо. Спасибо. Собственно, начало мы озвучили. Давайте прервемся новости, послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании РМГ. И Богдан Зварич, независимый аналитик, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, на российском в том числе. Ну и делаем прогнозы. Прогнозы будем? Карен, будем делать прогнозы? Ну, уже обсудили. Прогнозы только у нас диаметра. Это нормально. Это нормально. Зато не ошибемся. Да, давайте делать. Давайте, ну, в первую очередь, надо понять, как бы, да, почему происходит, как бы, отток, да, в глобальных там, да, фондах. И, тем не менее, при этом сейчас мы видим там растущий рынок. Во-первых, стоит говорить, что все-таки отток из глобальных фондов, он может происходить сегодня, это может быть отток, завтра деньги могут возвращаться. Но ты сейчас говоришь именно о российском рынке, да? Да, я сейчас говорю именно о российском рынке. Во-вторых, уже ни для кого не секрет, что длинных инвесторов в России практически нет. То есть, наверное, может быть, есть там в тех позициях, которые остались еще там со старых времен, которые там управляющие вынуждены держать, потому что там достаточно, скажем так, большие потери и фиксировать их просто, как бы, да, во-первых, для фонда это как бы не очень хорошо и так далее. Но в целом деньги, которые приходят в Россию, они приходят, если мы говорим сейчас про фондовый рынок, да, то они приходят на совсем короткий срок. Поэтому, естественно, что там при фиксации мы видим, да, какой-то, скажем так, при каких-то достижениях там новых и новых там, да, там локальных максимумов мы будем видеть отток, потому что деньги будут уводиться. Другой вопрос, что для меня немного непонятная ситуация, почему при этом, скажем так, да, ослабляется доллар. Ну вот, мне кажется, то есть, в принципе, вполне возможно было бы, чтобы были какие-то другие немного значения, потому что все равно, как бы, деньги выходят. И меньше пророкив рубля опять, да? Да, да. Вот. Вот для меня вот это больше вопрос. Поэтому, честно скажу, я не сказал бы, да, что сюда придут глобальные деньги и Россия будет, да, там, скажем так, большим таким рынком, в который будут все хотеть инвестировать. Впереди планеты всей. Да, но, тем не менее, я вполне ожидаю, что, и, в принципе, как менеджер по работе с там и с клиентами, и с иностранными фондами, я вижу периодически, как сюда заходят деньги. Они заходят, нельзя сказать, что в огромном объеме, но довольно часто там первые росты, кстати говоря, которые там происходят на рынке, там, особенно в голубых фишках, там, мы видим именно состра. То есть первую, скажем так, песню начинают запевать иностранцы. Эту песню запевает молодежь. Такая замечательная была. Песня времен Советского Союза. Я понял тебя, я понял тебя. Давайте вот что тогда. Давайте структуризируем, да, несколько все выше озвученные идеи, и, может быть, еще какие-то идеи появятся. Кстати, вот заговорил ты про доллар. Это тоже, наверное, очень любопытно. Но, прежде всего, с точки зрения глобальных событий. Вот смотрите, Богдан, давайте разберемся. Значит, некоторое время назад страшилка известная, да, все рынки там каким-то образом лихорадила, увеличивала волатильность, индекс ВИКС подрастал до 14%, по-моему, кто-то рассказывал, да, из ваших коллег. Хотя это и не так много, к большому счету. Но, тем не менее, значит, страшилка закончилась. Все, там, ребята договорились, это было... Не закончился, он отложен. Ну, да, хорошо, извини, пожалуйста. Значит, страшилка отложена до... В декабре. Ну, практически до января, там, до февраля, ну, до весны. Они до 13 декабря, если не ошибаюсь, до 14 декабря, они должны принять все необходимые документы. Давай так, до конца года отложены. Страшилка отложена. Это всех обрадовало сильно. Мы увидели, собственно, да, последние торговые сессии, как все росло, все цвело. Доллар, кстати, слабел, да, если глобально опять. И так далее. Значит, теперь, что может, ну, как минимум вот этот вот краткосрочный какой-то, да, который, в принципе, является и частью долгосрочного тренда, остановить, развернуть, да, опять к разговору о том, что вот коррекция назрела технически давно уже, а мы все ждем и ждем, и действительно он может продолжать расти, все время забавляет в этом случае, да, показатель, там, какой-нибудь дивергенции в МАГДИ где-нибудь или РСАИ. Все, дивергенция, это что значит? Сейчас разворот будет. И потом полтора года еще рост. А что такое дивергенция-то? Ну, вот она через полтора года только отработала. Нормально. Сколько слилось за это время народу, не посчитаешь, да? Ай, беда. Ну, да ладно. Итак, ближайшие события, значит, ну, помимо рынка труда, на следующий деле застанет Федрезерва. То есть, опять, мы сейчас будем, да, все текущее воспринимать с точки зрения, будут сворачивать куе, не будут сворачивать куе. Я так понимаю, опять к этому вернулись, да? Безусловно, я вообще как бы не вижу смыслов. Ну, уже на протяжении нескольких передач, еще перед сентябрьским заседанием, то есть где-то в районе июня, я говорил, что, на мой взгляд, до конца этого года сворачивания программ количественного смягчения не будет. Опять же, мы уже знаем реального претендента, что называется, на пост Бана Бернанки. Бен уйдет, придет Джонет, и, я думаю, что, может быть, середина следующего года мы увидим какие-то шаги реальные по сворачиванию. Пока будут только... Середина следующего года. Следующего года. Что же касается ближайшего времени, то, на самом деле, ситуация простая. И потолок госдолга, и бюджет не утверждены. И, соответственно, ну, вот мне очень нравится, да? Шли-шли-шли к дате необходимой, к дате дошли. Давайте отложим на два месяца. Такое ощущение, что перед этой датой вот этих вот двух месяцев не было. То есть перед ним прямо вот в этот день поставили вопрос. Вот сегодня нужно решить. В результате получилось, что у них еще есть вроде как два месяца, но через два месяца они могут сделать все то же самое. В принципе. То есть возможность у них такая есть. Но, по идее, проблему нужно решать. Основной, я так понимаю, основной сейчас камень преткновения, это медикейр, обамовский, любимый, который республиканцы, по-моему, хотят порезать. Причем, насколько я понимаю, совсем. И на этом фоне будет вестись какая-то игра, будут пытаться договориться. Опять же, на мой взгляд, все-таки договорятся. Опять же, то, что будет происходить, поднимет волатильность. Как мы видели, рост волатильности перед всеми вот этими вопросами, когда непонятно, то ли решат, то ли нет. Инвесторы начинают нервничать, прыгать туда-сюда, и, соответственно, мы получаем рост волатильности. Соответственно, я не думаю, что это серьезно повлияет на динамику рынков, потому что все-таки рынки до сих пор продолжают смотреть, игроки на рынках продолжают смотреть на программу количественного смягчения. Здесь вроде все пока неплохо, учитывая, во-первых, преемственность курса, который фактически выражает. Давай до конца года все-таки продекабр. Я до конца года говорю, что... Смотри, до конца года ничего не изменится. На мой взгляд, ничего не совершенно. Фуе останется, там заседание следующее, скорее всего, пройдет мимо. Да, кстати, статистика, которую мы ждали, да, с учетом неработавших там ребят. Ну, нет, она не будет похожа по одной простой причине. Они же в отпуск уходили, хоть и не оплачиваем, но все-таки отпуск. У них не было, увольнений-то не было как таковых. Ну, я не имел в виду рынок труда непосредственно, а в принципе, да, экономический рост, допустим, за третий квартал... Ну, да, здесь они могли немного потерять. Но я не думаю, что потери будут настолько критичными. Я думаю, что и игроки их уже учитывают в котировке. Это нормально, да. Но, тем не менее, если это потери, то все равно, да, кто-то может надеяться, что все-таки куе-то начнут резать в этом году. А вряд ли... Куе вряд ли будут резать. Я думаю, что здесь как раз-таки может действовать немного обратный эффект, да, там, чем лучше статистика будет, тем, может быть, это будет негативнее отзываться на рынке, потому что действительно, как бы, сейчас зависимость идет такая, что, да, статистика, как она повлияет на решение по количественному смягчению, и, исходя из этого, как это повлияет на рынок. То есть прямой сейчас связи я не... Ну, смотри, хорошая статистика, да, говорит о том, что куе могут зарезать, и рынок, естественно, начинает... До конца года, я думаю, точно не... А плохая статистика говорит о том, что куе будут продолжаться, и рынок этому радуется. С другой стороны, видите, здесь может так получиться, что это не будет зависеть. В принципе, то есть при плохой и при хорошей статистике там это сокращение, количество смягчения может происходить приблизительно в одно и то же время. Другой вопрос, что я совсем не думаю, что это будет до конца года. То есть там сейчас действительно будет оттягиваться, я думаю, просто хотя бы информационное внимание за счет заседания по госдолгу. Я думаю, там будут еще переговоры, потому что вот тот же там медикер, это было одно из основных положений вообще программы Обама, когда он, скажем, баллотировался, да, поэтому я, честно говоря, не уверен, что он готов. Смотрите, я еще раз прошу прощения, конечно, за занудство. Все-таки хотел бы, если говорим о прогнозе, я все-таки хотел от вас, вот, ну, если не однозначно, более-менее понятного ответа. Смотрите, до конца года вот все вышесказанное говорит о том, что кует резать не будут, ничего принципиально не изменится. И, значит, все, что происходит сейчас, я имею в виду слабость доллара и рост рынков, ну, фондовых в частности, да, или там каких-то других, оно сохранится. И будет пресловутые там новогодние ралли и так далее и тому подобное. И мы увидим 1800 по S&P 500 и так далее. Ну, в кавычках я ставлю, можем не увидеть, конечно, но рост, вот эта динамика продолжится до конца года. Знаете, здесь может ситуация получиться такой. То есть я не думаю, что рынок будет сильно ниже, но при этом я не могу, у меня нет уверенности, что мы увидим какую-то мощную динамику. Потому что, в принципе, мы смотрим, что уровни высокие локально, да, объемы не увеличиваются. Соответственно... Извини, пожалуйста, сейчас на новости пойдем. Просто я две копейки хотел вставить. Я это сегодня прочитал. Инвестор, ну, глобальный, как принято говорить, инвестор, понимает, что Куе в ближайшее время не свердет, и он хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы заработать денег. Как он может заработать денег-то, боже мой? На развивающейся рынке. Молодец. Пять. Пять тебе. С плюсом даже. Сейчас новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем. Сухой остаток на Финам.ФМ. Текущую ситуацию и прогнозы сегодня обсуждаем мы в эфире. Напомню, в студии Карена Саджаньян, менеджер по работе с клиентами на компании РМГ, и Богдан Зварич, независимый аналитик. Независимый аналитик, эксперт. Одно и то же. Ну, ладно. Не принципиально. Главное, что независимый. Независимый аналитик. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопрос, присоединяйтесь к нашей беседе. Собственно, сейчас мы будем говорить, наверное, уже и о российской действительности более детально. Давайте мнение подрезюмируем. Ну, опять, средний срок до конца года, там, 3 месяца у нас осталось, чуть меньше. Ничего принципиально, Карена, да, не изменится. Значит, аппетит к риску достаточно высокий. Доллар слабеет. Фондовые рынки растут. Развивающиеся в том числе, в общем, да. Я бы сказал так, что я не думаю, что будут откаты какие-то сильные. Да, но, как я вот говорил, что я, есть вероятность, что мы не увидим еще такого мощного движения. То есть, я бы больше смотрел здесь, вот, наверное, на объемы, действительно. То есть, вот, когда мы видим растущих, то есть, мы не видим сейчас растущих объемов. То есть, мы видим растущий рынок и не видим растущих объемов. Да. Та самая, да, дивергенция пресловутая. Так, ладно. На самом деле, можно я немножко пару слов скажу по этому поводу? Вот, дело, на мой взгляд, во-первых, что стоит сказать? Да, что кроме вот этих вот переговоров между республиканцами и демократами по поводу потолка госдолга и бюджета, фактически, вот, если вот так посмотреть на ретроспективу последних месяцев, нет ни одного события, которое могло бы серьезно повлиять на рынок. То есть, либо серьезно выдернуть его вверх, очень сильное движение, либо очень сильное движение показать вниз. Это первое. Второе. К сожалению, Россия, вот, правильно было сказано, что инвестиции несут в себе риски. Проблема в том, что риски российского рынка, они еще очень высоки. Даже для текущих уровней цен, даже для недооцененности, что называется. Можно сколько угодно долго говорить, что по тем или иным коэффициентам наши компании недооценены. Вопрос только в том, что риск вложения в эти компании сейчас не устраивает инвесторов. И, соответственно, вот мы сейчас подошли к достаточно важной полочке, 1550 пунктов по индексу МВБ. Фактически, за эту полку вверх мы не выходили два с половиной года, исключая там в 2012 году была попытка пробоя вверх. Мы немножко постояли выше и после этого провалились. Поэтому подход к этой границе, вполне возможно, приведет к тому, что часть инвесторов действительно попытаются зафиксировать прибыль, не ожидая дальнейшего уверенного роста российского рынка. И, возможно, мы даже увидим открытие коротких позиций, увеличение коротких позиций. И все это как раз у нас подходит к этим двум с половиной месяцам, которые нам предстоят до конца года. И еще один фактор. Американские рынки за этот год, если судить по индексу S&P, выросли на 20%. Ну, кто-то под конец года, опять же, с одной стороны, желание зафиксировать прибыль, оно явно присутствует. С другой стороны, рынок растет, плюс приближающиеся новогодние ралли. И я думаю, что все-таки часть инвесторов, безусловно, будет фиксироваться. Это не позволит американцам продемонстрировать уверенный дальнейший рост. То есть они будут так потихонечку, потихонечку расти, если, опять же, не случится ничего там экстраординарного. Если Европа, например, не начнет опять падать, про которую мы еще сегодня не вспоминали. Сейчас вспомним. Либо не польется какая-то совсем уж негативная статистка. А сегодня, кстати, по Европе или по Германии, что ли, выходил индекс цен производителей, так он вышел лучше ожиданий. Да. В Европе тоже мы видим такое некое затишье. Ну да, перед бурей. Может быть. Нормально. Ну, собственно, в этом вы сошлись, насколько я понимаю, с Кареном, потому что действительно капитал спекулятивный и близость каких-то уровней. Ну, единственное, я бы здесь еще один момент хотел бы проговорить, что все-таки, с одной стороны, да, если у нас инвестор, скажем так, физическое лицо, который, да, там, вполне может при заработанной какой-то прибыли ее зафиксировать, и, например, там, два месяца провести в кэше, то не забывайте, что ни один фонд, ни один управляющий не может. Если у него декларация, да, прописано, что он должен инвестировать там в такие-то инструменты, да, и его позиция в кэше может достигаться только 10%, то да, он может зафиксировать. Ну, эта зафиксация, она должна быть в первую очередь объяснима с той точки зрения, что куда он будет дальше вкладывать. И если, скажем так, да, если не будет альтернатив для того, чтобы этот капитал перетек из одних инструментов в другие, из одних стран в другие, то фиксировать никто ничего не будет. Будут сидеть, да, и тупо смотреть, что там будет дальше. Ну, то есть будут сидеть до того момента, пока они увидят более интересные возможности. Я понял. А теперь, кстати, хорошую тему, спасибо, ты мне подбросил. А теперь, кстати, по поводу альтернативы. Действительно, ну, сейчас мало-мало там развитые рынки растут, что-то может быть случится у них, и инвестор поймет, да, что там уже ловить нечего, ну, и это не обязательно закончится каким-то обвальным падением, но начнется коррекция. Ну, это в качестве альтернативы. А что может быть альтернативой в таком случае инвестору, который будет фиксироваться на развитых рынках? Развивающаяся Россия? Я думаю, что скорее, если инвесторы начнут уходить из рынка акций и пересиживать, я думаю, они будут, скорее всего, в облигации. Причем в собственных же, да? В надежных, да. Это высшая Европа, то есть та же самая Германия, несмотря на то, что доходности, в принципе, очень низкие, да, и в США, и в Германии, но при этом риски. Сейчас, я думаю, что все еще, несмотря на то, что вроде как 2008 год у нас остался далеко позади, все еще главный вопрос, который ставится сейчас перед инвесторами, это риски. И контроль рисков на текущий момент определяет инвестиционную стратегию управляющих, потому что они предпочитают лучше... Лучше я посижу в надежных инструментах, чем я пойду на рынок, где у меня риски достаточно высокие, связаны там не с одной проблемой, а с другой проблемой. То есть с несколькими. Да, я поэтому и не вижу шансов и вариантов притока в Россию достаточно большого капитала, и в частности, на самом деле, и в другие развивающиеся рынки, в том числе, потому что риски-то достаточно высокие. Если брать Россию, простите, в любой момент упадет цена на нефть, и придется так убегать с этого рынка, что придется его при этом просаживать. А что, упадет цена на нефть? Ну, это я в качестве примера. Я понял. Ну, ты же прогнозируешься. Нефть, кстати, в последнее время не растет, если мы посмотрим. Так она и не падает. Смотри, вот я говорю, я уже неделю, 109 с полтиной, 109 с полтиной, ну, там плюс-минус, неделю. Вообще она не движется. Ну, по крайней мере, по бренду, если смотреть. Ну, да. Карен, вот, такая вот дилемма. Смотри, действительно, если мы увидим, что инвестор говорит, я фиксируюсь на развитых рынках, рынках акций, он пойдет в облигации. Ну, здесь, смотрите, опять, да, здесь не так все просто. Здесь, опять-таки, я бы разграничивал. То есть фонды, которые инвестируют в акции и тем более в развивающиеся рынки, это совсем другой. И профиль, да, и фондов, которые инвестируют в облигации, это совершенно разные фонды, у них совершенно разные инвесторы. И так вот, так кардинально поменять инструменты еще с географической такой локацией совершенно разные. Так это будет, ну, невозможно. Это раз. Во-вторых, все-таки давайте обратим внимание на, скажем так, IPO, те, которые проходят, допустим, даже в России, да, вот, которые последние были. Сейчас мы видим, там, да, у нас и Алрос, и у нас Банк Тинькофф. В принципе, мы, надо заметить, что интерес к этим активам есть. Понятное дело, да, что, опять-таки, мы можем говорить, там, на высокие риски, но, там, допустим, посмотрите, там, на Банк Тинькофф, да, который, там, дает коридор какой, да, то есть он размещается, в принципе, даже совсем-совсем недешево, даже по меркам, скажем так, до кризисных времен. Поэтому, и, в принципе, на, по сделкам, там, по тем потокам, которые мы видим, там, в течение рабочего дня на рынке, мы видим, что интерес у инвесторов и у иностранных инвесторов качественным активом, ну, назовем их качественным, который, да, он остается. Там, мы видим, там, тот же магнит, который, там, ну, просто, да, как бы, ни холод, ни зной, ничего. Ну, то есть, да, все думали, хоть, да, похолодает, но уже зимой-то он, ну, типа, откорректируется. Мы видим, мы видим истории, там, которые в течение полугода скорректировались, там, на 30-40 процентов и потом тут же отыграли, это, там, на тот же, там, та же Башнев, допустим, да, то есть... Тот же «Газпром». Тот же «Газпром». Ну, при том, что, в принципе, по «Газпрому» ситуация была, например, для меня непонятна, потому что, в принципе, был довольно-таки неплохой, все равно шел какой-то неплохой новостной поток. И при этом он падал, ты в этом смысле? Да. Вот, поэтому, в принципе, на мой взгляд, как бы, вот, вот, интересная была возможность и, на мой взгляд... А, кстати, вот он 160 практически сделал, это все, что от него можно ждать в ближайшее время, Богдан? По «Газпрому»? Нет, не думаю. В «Газпроме», на самом деле, картинка-то, картинка очень приятная складывается, начиная, наверное, с сентября месяца, потому что поломали с конца августа начальство. Да-да, слушай, я бы на твоем месте еще добавил бы такое, а помните, говорит Богдан, что я... Ну, это было давно и не правда. Ну, почему это правда было? Просто 110 ты говорил, он 110 сделал, вот, пожалуйста. Да, хорошо, это было давно, это было правда, но очень давно. Да, конечно. Вот, сейчас сформировалось... Много народу заработало просто, как это, воспользовавшись такими рекомендациями, вот я так вот подчеркнув. На самом деле, сейчас сформировался достаточно неплохой восходящий тренд, как раз от минимумов, от того самого уровня, там, 110. Тренд подходит к 150 и 150, такая достаточно уверенная двойная поддержка у нас получается, если на дневных графиках смотреть. Соответственно, если это удержит, здесь, скажем так, под этим уровнем можно вполне выставлять стопы для тех длинных позиций, которые есть, потому что пробой вниз может спровоцировать волну движения где-то в район 130 рублей, а так это будет достаточно неплохая поддержка и может позволить Газпрому даже продолжить рост к максимуму, там, к району 170, это максимум сентября прошлого года. По Газпрому главное, что пробили все нисходящие тренды, которые были, включая, там, от максимума 2008 года. То есть, вариантов нет, он только расти будет. Но, по крайней мере, нисходящих трендов я сейчас на Газпроме не вижу. Сегодня вопрос у меня был с утра, по Сберу, говорит, по Сберу, что 110 дадут фиксироваться или ждать, сейчас скажу слово такое, или ждать вожделенных 125? Ну, 110 очень, очень уверенное сопротивление, собственно говоря, с 2007 года не дает подняться выше. Ну, то есть, надо забирать все по 110 дадут фиксироваться? Ну, я... Вы же сами говорите, что в основном спекулянты сейчас на российской рынке, что там особенно смотрят? Нет, на самом деле ситуация такая, есть тренд от минимумов августа месяца. Я просто бы, я бы не фиксировался на 100, я бы закрывал позицию в случае пробоя вот этого самого тренда. Да, там немножко потеряете на первой волне коррекции, да, но если, потому что если будет пробой уровня 110, то Сбербанк имеет все шансы там действительно уйти на 120. Ну, да, да, это понятно, но велика ли это вероятность, что будет 110-то пробой? Ладно, сейчас еще раз прервемся, все здорово, новости послушаем и потом продолжим. Ну что ж, други мои, продолжим эфир, последняя его часть, с удовольствием сейчас машу рукой Александру Герчу, который буквально через 15 минут сменит меня на этом важном посту. А у нас стало 10 минут, и мы проведем его, тем не менее, с моими коллегами. Я еще раз напомню, в студии сухого остатка Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компанией RMG, и Богдан Зварич, независимый аналитик, аналитик. Не отвлекай нас, Саша, не отвлекай, пожалуйста, у нас еще прогнозы остались, самые интересные прогнозы. Уважаемые слушатели, еще есть 12 минут, напомню, телефон в студии 6510-996, код Москвы-495, сайт компании finam.fm, звоните, пишите, спрашивайте. Ну и, если позволите, Карен, собственно, за эфиром мы сейчас эту тему обсудили, мне показалось это любопытно. Опять-таки, на предмет того, да, как возникают торговые идеи. Вот мы потребсектор разобрали, причем из жизни опять, это как, из жизни Баффета, да, Баффет во что вкладывается? То, чем пользуется сам, чему доверяется. На мой взгляд, одна из... Это логично, да, из стратегических таких... И у Баффета еще 40 миллиардов, которым хочет потратить. Ладно, ну это неважно, 40 миллиардов, это неважно, главное, подход к рынку его, вот такой, вполне убедительный. Вот Карен предложил мысль какая, да, есть у нас магнит, да, который хаи обновляет, не устает. И есть дикси, то есть две бумаги, да, потребительского сектора, причем занимаются они продуктовым ритейлером и те, которые другие. Но, тем не менее, одна растет и растет, ну там где-то в коридорчике, может, постоит немножко, отдохнет. А вторая снизилась, откорректировалась. Богдан предложил свою версию, отвлекись от графиков, я тебя прошу. Предложил свое видение. Почему дикси откорректировался? Потому что... Продолжай, пожалуйста. Ну, я привел просто тут историю, у меня рядышком с домом два магазина, магнита там нет, у меня там... Ну, бог с ним, дикси-то есть. У меня дикси и пятерочка, и я предпочитаю ходить в пятерочку, а не в дикси, потому что по качеству обслуживания, скажем так, по клиентоориентированности, да, вот магазин, вот та конкретная пятерочка, которая у меня рядом с домом, она лучше, чем тот самый конкретный дикси, который у меня рядом с домом. Несмотря на то, что, как бы, цены, в принципе, в дикси, да, могут быть даже немножко пониже, чем в пятерочке. Ну, я знаю, что я приду в пятерочку, мне там удобнее, у меня не будет стоять там очередь, 12 человек на кассе, вот, а у меня, к сожалению, в дикси до такого доходило. Вот, поэтому я предпочитаю, как бы, ну, не то, что я, я-то вообще не, я-то торгую фьючерсами, поэтому, но вот как вот выбор, да, я бы, например, выбрал X5. Ну, что-то другое, да, не дикси, именно поэтому можно корректироваться, твой взгляд. Ну, вот, как бы, то, что сказал Богдан, ну, это, на мой взгляд, в принципе, я тем же самым руководствуюсь, то есть, я, для меня нужно сходить, вот, попробовать, да, понятное дело, что, там, какие-то вещи, там, я все равно, я понимаю, что компания интересная, да, и мы их рекомендуем, мы ее рекомендуем клиентам, при том, что, например, я могу сам, там, не пользоваться, там, да. Ну, логично. Вот, но, тем не менее, естественно, обращать внимание и пытаться как можно больше, да, столкнуться с... Извини, я вдруг подумал, да, у вас идет ревью, там, какой-нибудь клиент, там, и он говорит, мы сегодня снимаем рекомендацию по дикси покупать, потому что я вчера был, понимаешь, в магазине, и там очередь 12 человек, одна касса, и все, ребята, мы ее... Никакой клиента ориентированности. Да, инвестиционно списка и удаляем ее. Ну, вот, нет, то есть, вот это очень правильный подход, да, смотреть, как бы, максимально потрогать руками в то, что ты... Инвестируешь. Да, инвестируешь и вкладываешь. Вот, поэтому, в принципе, на самом деле, вот даже если взять Сбербанк, вы помните, вот, каким Сбербанк был, там, допустим, даже те же, там, 5 лет назад. То есть, в принципе, такой мощный скачок, да, все равно, то есть, это тоже объяснимо, да, там, мы можем говорить большое количество, там, плохих кредитов, там, и так далее. Нет, ну, революция, с точки зрения имиджа даже, революция Сбербанк. Да, но мы видим, что Сбербанк поменялся, в принципе, то есть, поменялось лицо, соответственно, это, так или иначе, все равно это отражается, да, поэтому то же самое. Как любят про Грефа говорить, он научился слона танцевать. Вот это так, это так. Так, хорошо, ладно, давайте, осталось немножко времени у нас, собственно, сосредоточимся на отечественном рынке, ну, может быть, учитывая, что у нас есть здесь специалист срочного рынка, может быть, не только на отечественном. Что делать-то, ну, до конца года хотя бы, Богдан, есть надежда на рост, вы меня убедили в этом, и фундаментально, и технически, я не знаю, и стратегически, все заставляет говорить о том, что рынки будут расти, и даже наш может быть где-то там мало-мало. Что делать? На западных, я думаю, опять же, рост продолжится. Что касается нашего рынка, здесь я был бы достаточно аккуратен и в прогнозах, и в работе на нашем рынке. Опять же, я уже сказал, мы подошли к очень важному рубежу, уровень 1550. Здесь, я думаю, что попытается российский рынок пробить этот уровень, осталось, благо, чуть-чуть, и одного, что называется, одного толчка достаточно будет, чтобы, по крайней мере, предпринять подобную попытку. Но, к сожалению, я пока не вижу на российском рынке поводов для дальнейшего роста. Вот, фактически, главный ресурс для российского рынка, мы уже сегодня говорили, нефть, он стоит. Высоко, тем не менее. Ну, он стоит, да, он стоит, достаточно уверен. А роста как такового я не вижу. Я думаю, что сейчас, вот, уровня 1550, скорее всего, мы увидим, скорее, волну фиксации, нежели рост. Я понял. Ну, а ты сам, лично-то, в чем будешь тогда? Да я-то краткосрочник. Ну, и чего? Все краткосрочные, как выяснилось, у нас сплошные спекулянты сейчас на рынке. Я-то, я могу в течение дня туда-сюда бегать, поэтому, как-то, говорите. Ну, у тебя какие-то есть предпочтения, инструментарий, я имею в виду? Ну, у меня инструментарий, РТС, доллар, ну, соответственно, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар. На доллар-рубль? Да. Угу, я понял. Ладно, сейчас, кстати, о доллар-рубле тоже поговорим. Пару слов к арендуму. Я думаю, что ситуация здесь для инвесторов, как всегда, да, мы это обсуждаем, нужно понять, то есть, да, сидим ли мы там, инвестор сидит до Нового года, а потом там это, трава не расти, либо все-таки какие-то, либо покупки связаны с тем, что... Нет, подожди, мы выяснили, что до Нового года инвестор сидит, потом трава, конечно, растит, но в любом случае, да, до конца года у нас есть. Я бы оставался в дивидендных историях, я бы продолжал бы смотреть на МТС, я бы... мне нравится Ургут Нефтегаз, мне нравится АФК-система, мне нравится там, где я могу получать 10% доходности от, там, по дивидендам, да, и от качественной компании. Понимаю, что я еще, в принципе, могу заработать на росте котировок, в принципе... То есть, рост котировок во вторую очередь даже, да, ты сейчас называешь? Я считаю, что да, потому что все вот эти компании, которые я перечислил, да, они показали просто, на мой взгляд, сумасшедшую, в принципе, сумасшедшую динамику для дивидендных компаний, то есть, потому что, в принципе, дивидендные компании, они, скажем так, ходят, если там, да, если они, ну, как бы нет каких-то мега позитивных или мега там негативных новостей, то они себя все равно ведут спокойнее, чем рынок. А здесь мы видели фактически рост, там, без откатов, и... А ты, кстати, чем это объясняешь? Я объясняю, это, наверное, действительно, здесь имеет место быть то, что инвесторы, которые инвестируют в акции, то, конечно, хочется им какой-то, там, понимать, какой минимальный доход они могут иметь. То есть, это объяснимо с точки зрения рисков. Другой вопрос, что... Ну, и, наверное, с точки зрения небольшого выбора на российском рынке просто. Ну, и здесь даже, и все-таки, да, и все-таки, да, и все-таки, еще раз, это говорит о том, что качественный менеджмент, да, скажем так, благосклонный и к миноритарию, и в целом ведущий правильную политику отношений с акционерами, как с большими, так и с маленькими, это, как бы, вознаграждается. Наверное, если бы, наверное, какие-то откаты на рынке вполне возможны, там, в пределах 10 процентов. Если, скажем так, инвестор умеет ловить это, то можно пробовать. Но мы своим, например, клиентам это не рекомендуем, потому что, ну, скажем так, это можно не попасть. Ну, понятно, но ловить вообще не надо ничего, конечно, а потом, да, люди, которые работают внутри дня, работают, имеют опыт спекуляции, вот для них это может быть. Да, как бы инвестор, который покупает, да, инвестор есть инвестор. Поэтому, наверное, надо смотреть также в сторону, там, да, вот, компаний, которые не выросли так, как вырос рынок, понять, почему в первую очередь это произошло. И если там нет никаких-то таких объяснений негативных, то, наверное, имеет смысл, как бы, это покупать, если компания хорошая, да, то... И, в принципе, такие примеры есть на рынке. Поэтому, просто я за то, чтобы, как бы, перекладываться, да, но, как бы, полностью фиксироваться и говорить, что вот сейчас все, мы пойдем, поэтому я, пожалуй, в кэше пересижу. С точки зрения инвестора это не совсем верно. Я понял. Спасибо. Ну, и, собственно, пару слов мастеру спекуляций внутри дня. Богдан, значит, я, собственно, кси, да, доллар-рубль хотел бы наш взгляд вернуть. Давай, расскажи, что там происходит. 31.88 на споте сейчас котировка, ну, и, в принципе, да, ждешь ты укрепления, ждешь ты ослабления. Только не надо говорить, что ты там на пяти минутках, да, диапазон расторговышка. Нет, ну, нет, с рублем, как бы, я смотрю и ситуацию, скажем так, в более длительном периоде, на мой взгляд. Дальнейшее укрепление в районе 31.50 выглядит, на мой взгляд, логичным. А оттуда возможен разворот и возобновление роста доллара по отношению к рублю. Соответственно, сейчас пытаться брать длинные позиции по доллару я бы не стал, потому что тренды не сломлены, тренды направлены вниз. Соответственно, я бы дождался, пока эти тренды будут сломлены и наметится нормальный разворот. Тогда можно будет открывать длинные позиции по фьючерсу на доллар. Ну, примерно та же самая ситуация в фьючерсе на индекс РТС, потому что, опять же, тренды все вверх. И пытаться ловить падающие ножи, ну, смысла никакого не имеет, если, что называется, себе дороже. Я понял. Ну, а с фундаментальной точки зрения, рубль, он вообще как, на твой взгляд, выглядит? Сильно, слабо или в перспективе? Я думаю, что до конца этого года главная, что называется, печаль, это вывод денег из российской экономики. Она продолжится. Да, он, к сожалению, продолжается. Уже по последним, по-моему, измененным прогнозам уже порядка 70 миллиардов ожидается вывод средств. Это, конечно, будет оказывать негативное влияние на рубль. Но я думаю, что, учитывая то, что Центробанку сейчас выгодно удерживать инфляцию, я думаю, что он будет выходить на рынок и сдерживать рост как доллара, так и евро. Ну, и для доллара есть еще один негативный фактор. На мой взгляд, евро-доллар может уйти на 1,38. И, соответственно, на курсе, как бы на динамике доллара по отношению к рублю это, конечно, тоже скажется. Я понял. Все, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Напомню, в студии сегодня были Карен и Саджанян, менеджер по работе с клиентами инфляционной компании RMG, и Богдан Зварич, независимый аналитик, эксперт, эксперт-аналитик. Мы обсудили все, что происходит на финансовых рынках, в частности, на российском фондовом рынке, ну и озвучили некие прогнозы среднесрочно, как минимум, у нас это получилось. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынках. До завтра.